Всем привет! В последнее время я занимался рассмотрением разных возможностей 3D принтера. Но ведь 3D принтер нужен для того, чтобы печатать на нем различные изделия, а не для того, чтобы рассматривать его возможности. Это видео будет как раз об одной из таких самоделок. Давно собирался сделать одну особенную шкатулку, но все откладывал это. Ее изготовление я начал с моделирования. Готовый вести с этой шкатулки не кажется таким уж сложным, но на моделирование и проработку различных деталей у меня ушло 3 дня. Если хочешь сделать что-то красивое и функциональное, чем будет приятно пользоваться каждый день, то нужно постараться. Эта модель кажется немного нерациональной, потому что ее не удастся распечатать без подпорок. Мне захотелось сделать ее именно такой, а во всем полагаться на рациональность не стоит, иначе изделия будут получаться топорными. Внутреннее устройство этой шкатулки тоже интересно, но каково ее предназначение я расскажу в конце видео, так смотреть будет интереснее. На ее крышке установлен дисплей с электробумагой. Давно хотел освоить эту технологию. Такие дисплеи дороже, чем обычный OLED-дисплей. Но у них есть ряд преимуществ. Они смотрятся гораздо эстетичнее. Изображение на них выглядит, как будто бы оно напечатано обычными чернилами на бумаге. На то, чтобы изображение отображалось на таком дисплее, не нужно тратить электроэнергию. Даже если отключить элемент питания, изображение с него не исчезнет. Работой дисплея будет управлять микроконтроллер VEMOS с Wi-Fi модулем и антенной. В качестве элемента питания я буду использовать аккумулятор 18650, подключенный через зарядный модуль TP4056. На нем есть разъем Type-C, через который можно производить зарядку. Этот разъем у меня выведен на заднюю панель шкатулки. Также этот модуль выполняет защитную функцию. Он должен отключить литиевую батарею от источника питания, когда ее заряд станет слишком низким. Литиевые батареи довольно долговечны. Они могут выдержать много циклов зарядки и разрядки, не потеряв емкости. Но в то же время они выходят из строя при полном разряде. Поэтому их нужно подключать через такой контроллер. В качестве датчика открытия шкатулки я буду использовать яркон с магнитом. Долго думал, как лучше расположить переключатель так, чтобы он всегда срабатывал при открытии шкатулки. Но потом понял, что лучше яркона ничего не придумать. Вся электроника будет закрыта крышками. При открытии шкатулки ее не будет видно. Длина шкатулки 194 мм. Глубина 120 мм. Высота 92 мм. Это довольно большая шкатулка. Максимальный размер печати на моем принтере 220 на 220 мм. Если бы она была больше всего на 2 см, она бы уже не поместилась. После нарезания модели в слайсере я узнал, что печать основного корпуса шкатулки будет длиться 19 часов. И при заполнении в 20% на нее понадобится 250 граммов филамента. Чтобы сэкономить часть пластика, одну из деталей я расположил поперек шкатулки, там где должны быть подпорки. Это дно, которое будет закрывать детали внутри шкатулки. Это ускоренное видео. За одну секунду проходит 10 минут реального времени. Эти детали печатать всю ночь. Сейчас происходит печать внутренних опор для радиоэлементов. А сейчас печатаются только стенки. Шкатулка начнет расти в высоту быстрее, чем раньше. Думаю, большинство покупателей не задумываются о том, сколько длится печать, когда покупают гигантские принтеры. Печать крышки будет длиться около 8,5 часов и крышка будет весить 114 граммов. Таким образом, для печати этого изделия понадобится 364 грамма пластика. Это немного больше третьей катушки. И 27,5 часов чистого времени. Оторвать детали после печати оказалось нелегко. В интернете часто можно встретить отзывы о недостаточном прилипании деталей к столику принтера. Сейчас вы можете наблюдать обратную ситуацию. Подпорка после печати выглядит как большая гармошка. Подпорка после печати. Электрическая схема этого устройства выглядит вот так. VEMOS здесь используется в режиме глубокого сна. Это специальный режим работы, который позволяет существенно экономить энергию. В этом режиме, согласно документации, микроконтроллер должен потреблять около 20 микроампер. Надо сказать, этот режим в микроконтроллерах VEMOS и других микроконтроллерах на базе ESP8266 реализован не очень-то удобно. И как с ним бороться, эта тема заслуживающая отдельного видео. Сейчас скажу только то, что вход в него осуществляется программно. После входа в него практически все функции микроконтроллера отключаются. Остается работать только внутренний таймер, который через заданный промежуток времени должен подать лоу-сигнал на контакт D0, откуда он попадет на RESET, после чего произойдет перезапуск микроконтроллера и выход из режима сна. Именно такой способ его использования был задуман разработчиками. Для выхода из режима глубокого сна нужно подать лоу-сигнал на контакт RESET. Это можно сделать как через контакт D0, так и с помощью подключения D0 к минусовому проводу. Например, с помощью кнопки или геркона. Геркон – это герметичный переключатель, контакты которого находятся внутри стеклянной колпы. Эти контакты сделаны из магнитического металла. Когда к ним подносят магнит, то они слипаются, а когда его убирают – разлипаются обратно. Чтобы геркон лучше срабатывал, магнит нужно подносить так, чтобы его полюса были расположены вдоль контакта. Тогда контакты получают разные магниты потенциала и прилипают друг к другу раньше. Герконы бывают с двумя и тремя контактами. Если контакта два, то без магнита они разомкнуты, а если три, то один из них разомкнут, а второй замкнут. У меня был в наличии подходящий геркон с двумя контактами, но мне нужно было, чтобы он работал наоборот. То есть, когда шкатулка закрыта, он не должен подавать минус на ресерв, а когда открыта, то должен. Его работу я решил инвертировать с помощью вот такой авторской схемы – на одном транзисторе. Это уникальная схема, где-то еще вы ее не найдете. База транзистора здесь подключена в равноплечье делитель напряжения на резисторах по 100 кОм. Когда переключатель разомкнут, то на базе транзистора будет половина напряжения питания и транзистор откроется. Когда переключатель будет замкнут, база будет подключена к земле. На ней будет нулевой потенциал и транзистор закроется. Таким образом работу переключателя можно инвертировать. Ток, который постоянно течет через резистор, в этой схеме очень маленький. При напряжении 4 В он равен всего 0,04 мА. Емкость батареи 18650 равна примерно 3000 мАч. Это значит, что через такой резистор она будет разряжаться около 10 лет. Контакт А0 имеет аналога цифровой преобразователь. Проще говоря, он позволяет измерять напряжение на нем. Этот контакт подключен через резистор на 100 кОм плюс у батареи. Внутри микроконтроллера он уже подключен к земле через резистор на 320 кОм. Таким образом можно получить на нем делитель напряжения и измерить уровень заряда батареи. Может быть сниму про это отдельное видео и расскажу более подробно как это работает. В интернете по этому поводу мне попадалось много неточностей. К контакту D1 я подключил зуммер для звуковоспроизведения. И еще есть 7 проводов, к которым у меня подключен дисплей. Подавать именно 5 В на вход VEMOS не обязательно. На плате VEMOS есть встроенный преобразователь напряжения. Я пробовал подавать на вход напряжение от 2,6 В до до 4,2 В. С этими напряжениями эта схема работает хорошо. Раз уж я решил использовать микроконтроллер VEMOS, то стоит попробовать обойти спецмодуля реального времени, используя для получения точного времени сервера в интернете. Антенна в этой схеме нужна именно для этого. можно приступать к сборке. Вначале сделаю маленькую плату инвертирующую работу Хиркона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Теперь припаиваем монитор к шлейфу из проводов. Для этого шлейфа предусмотрены специальные отверстия в корпусе. Теперь припаиваю провода к VEMOS. На схеме казалось все просто, но на деле проводов оказалось довольно много. Крышка прикрепляется с помощью стержня из медной проволоки. Это стандартный медный провод с сечением 1,5 мм квадратных. Такой провод несложно найти. Отверстие я сделал так, чтобы в отверстие на корпусе шкатулки этот стержень вставлялся туго, а в отверстие на крышке чуть свободнее. В прошлых видео я выяснил, что для того, чтобы детали вставлялись туго, нужно к диаметру прибавить 0,2 мм, а чтобы свободно 0,4 мм. Измерю ток потребления готового устройства в режиме сна. На геркон я положил маленький черный махник, чтобы имитировать закрытие шкатулки. Один из проводов питания я разрезал и включил в дневную амперметр. Сейчас шкатулка обновляет информацию на экране. Сейчас она в режиме глубокого сна. Ток потребления 0,35 мА. Емкость аккумулятора примерно 3000 мАч. Значит, этой емкости хватит примерно на один год работы. Шкатулку нужно будет подзаряжать раз в год. Это отличный результат. Вот так выглядит конечное изделие. Практически как 3D модель. Даже немного получше. Ее можно поставить на зарядку. На обратной стороне у нее есть разъем microUSB Type-C. Когда идет зарядка, горит красный индикатор. И корпус рядом с разъемом подсвечивается красным. Когда зарядка завершена, синим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Теперь можно рассказать о том, какую функцию она выполняет. На дисплее крупными цифрами отображается время последнего открытия. Под ним время пяти предыдущих открытий. Вверху уровень заряда батареи и сигналы Wi-Fi. Спустя 30 минут после открытия она играет короткую мелодию. Теперь вы знаете про эту шкатулку практически все. Как думаете, каково ее предназначение? Если хотите, можете поставить видео на паузу прямо сейчас. Через несколько секунд я вам дам правильный ответ. Правильный ответ такой. У меня есть одна знакомая. Ей нужно ежедневно принимать таблетки за полчаса до еды. Но она иногда забывает это сделать. А после не может вспомнить, принимала ли она их сегодня. Эта шкатулка была сделана для нее. Вещь получилась уникальная, красивая и удобная. Ничего подобного я не нашел в магазинах. А как бы вы использовали шкатулку, которая показывает время своего последнего открытия? Напишите об этом в комментариях под видео. Может быть для того, чтобы прятать конфеты от детей? Возможно я сниму другие видео, в которых более подробно рассмотрю некоторые технические моменты. Эта информация будет полезна для любителей конструировать различные устройства на микроконтроллерах VEMOS и Arduino. И думаю, что хоть кто-то из моих зрителей захочет повторить этот проект полностью. Поэтому я также сделал модель такой шкатулки без электроники. Полезные ссылки на модели и исходники и прошивки будут в описании под видео. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы. Подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok